всем привет мои хорошие ну вот наконец-то пришло время и я хочу снять вот это видео которое я обещала вам когда я снимала видео вопросы-ответы я там ответила на конкретные вопросы но там были не только вопросы но некоторые предложения то есть просьбы до снять на ту или иную тему и вот среди них был такой вопрос советы молодым мамам как воспитывать детей чтобы быть в хороших отношениях в будущем и эта тема она в общем то у меня не выходит до сих пор из головы я продумывала как ответить вам на этот вопрос и в общем то все мои мысли они дают такой обширный ответ что это видео может оказаться очень длинным это во первых но в общем то я решила первым делом ответить на этот вопрос потому что он наверное он самый такой актуальный для многих вообще людей и я хочу все-таки на него первую очередь ответить ну первое что я хочу сказать для молодых мам молодая мама подразумевается это то есть у нее маленький ребенок или она ждет ребенка но не имеет как бы особо опыта там да но мы все в общем то в принципе не имеем опыта когда мы становимся матерями не все читают книги там какую-то литературу и набираются можно сказать ума разума до многие мамы ведут себя так как их родители как их мамы то есть не зная как воспитывать ребенка зачастую мы начинаем воспитывать ребенка так как воспитывали нас но не всегда это правильное решение иногда душа наша отторгает то есть если вы были вот ребенком да вы помните какие-то моменты где вот вас воспитывали родители а вы были не согласны с этим с таким вот методом воспитания или вы сами себе говорили вот когда я вырасту я вот так своих детей воспитывать не буду да то есть вот это называется собственный опыт но скорее всего собственный опыт наверное больше всего подскажет вам интуитивно как все-таки воспитывать ребенка нужно а как не нужно делать но что я по своему опыту могу сказать что меня например воспитывали очень строго да мне наказывали там и ремня я получала и в общем-то и крики и скандалы но в общем была всякая да то есть в те времена большинство людей вот именно так и воспитывали там в угол поставить им не отдать ну то есть это считалось нормой поведение сейчас же современном мире 21 веке уже очень много есть информации как воспитывать не нужно и как не нужно себя вести и к чему это принципе приводит да но и собственного опыта я например сейчас уже могу сказать что воспитывать ребенка нужно так как вы хотите чтобы он относился к вам в дальнейшем то есть ребенку нужно относиться так как вы хотите чтобы он потом относился к вам когда вы обязательно поменяетесь местами потому что сейчас пока вы молоды пока вы энергичные уверены в себе и так далее ребенок маленький беспомощный и зачастую там можно на него накричать можно по копе надавать и так далее но таким образом вы проявляете свою слабость перед ребенком если ребенок вас не слышит не слышит ваши просьбы то уже вы какую-то ошибку совершили потому что но в идеале нужно чтобы взаимо как бы сказать контакт с ребенком был доверительные отношения чтобы были чтобы он слышал вас и вы слышали ребенка имейте ввиду что когда ребенок вырастет а это происходит очень быстро ваша молодость энергия уже сойдет на нет допустим вы будете старый примеру или больные например а может это и другое а ребенок тому времени уже станет взрослым уверенным допустим в себе человека и вот он будет либо вас любить оберегать и помогать либо вымещать на вас ту обиду которую когда-то получил от вас поэтому имейте ввиду бумеранг никто не отменял бумерангом все возвращается и поэтому вот как вы будете относиться к своему ребенку то же самое вы получите от него позже ну давайте я вам расскажу вкратце вот как собственно происходило у меня когда я только у меня были дети еще маленькие и вот мои соседи там я не знаю знакомые я видела как воспитывают детей в общем там строгости где-то там наказать под лупить поругать наорать в общем то это было нормой и я это сама так меня воспитывали да ну то есть как бы я начала воспитывать детей поначалу так как все и я в то же время понимала что я поступаю неправильно я в то же время мне душа щемела того что мне пресс приходилось так делать но как-то я заболела вот уже кстати после развода с мужем я осталась вдвоем с детьми и как-то получилось так что я заболела я лежала было плохое самочувствие слабость температура в общем плохой плохо себя чувствовала несколько дней там два-три дня и я еле вставала чтобы там детям покушать приготовить они дома там допустим шумели бесились играли и вот я например таким слабым голосом прошу дети не шумите и плохо себя чувствую я вижу что они продолжают том же духе они не понимают что такое плохо себя чувствую не не понимают мою просьбу я тогда поняла что вот они привыкли к тому что я ору то есть если я сейчас зару они меня услышат до окрик они привыкли к окрику а когда я просто прошу просто говорю они не понимают они видимо ждут когда же я за ну так получилось что вот орать в тот момент я и не могла и вот именно тогда вот в том своем состоянии я поняла что нужно в корне менять мое отношение к детям нужно в корне менять мое воспитание и добиться того чтобы дети меня слышали когда я говорю спокойно чтобы они слышали мою просьбу и вот уже потом когда я выздоровела допустим происходит такая ситуация что вот я прибежала домой с работы я начинаю ужин готовить детей раз попросила там допустим убрать игрушки или там не шуметь и не баловаться они меня не услышат в этот момент значит я тогда выключаю печку пусть у меня не доготовлен суп я вот это все оставляю выключаю выключать телевизор выключаю все сажусь с ребенком и глядя ему в глаза начинаю с ним спокойно разговаривать как с другом по-дружески то есть я например говорю что вот почему ты мне сейчас не слышишь то есть я тебя сейчас попросила сделать то-то да почему ты не делаешь а ведь потом же ты ко мне тоже с какой-то просьбой обратишься и представь себе если я тоже не буду тебя слышать и твою просьбу выполнять давай мы с тобой договоримся вот сейчас я тебя прошу сделать это сделать для меня это например убери игрушки облегчи мне труд понимаешь тут я не успеваю все сделать мне нужна твоя помощь да а в другой раз ты меня попросишь и допустим я пойду на встречу твоей просьбе ну то есть вот каким-то образом таким надо разговаривать в общем я поменяла себя вот что я хочу сказать очень важно если вы хотите воспитывать ребенка начинайте воспитывать себя начинайте исправлять свои какие-то вот ошибки косяки да имейте ввиду что ребенок смотрит на вас он повторяет за вами с кого ему еще брать пример он пока мал и не опытен да в основном дети берут пример со своих родителей поэтому начинайте себя начинайте воспитывать себя показывайте ребенку пример как надо то есть не просто говорить как надо надо показывать пример своими действиями поступка и тогда будет все хорошо тогда будет у вас успех еще один вопрос тоже был вот среди этих вопросов и ответов советы по воспитанию подростков но я вам хочу сказать что вот по воспитанию подростков это как раз таки идет уже дальше следствие того как вы начали воспитывать ребенка в детстве потому что подросток он уже не ребенок но он еще не взрослый и он еще не опытен но хотя он себя считает уже взрослым поэтому относитесь к нему как взрослому разговариваете как со взрослым на равных с ним да то есть вот так же как вы общаетесь со своими друзьями не нужно позволять себе ребенка этого там как-то оскорблять унижать нужно дать поддержку нужно дать совет но не навязывать допустим дать возможность ребенку самому принимать решение и вот очень хорошо когда у вас доверительные отношения когда ребенок к вам обращается например за каким-то советом да вы можете дать этот совет обязательно объясняйте что из чего вытекает то есть если он поступит так то оттуда вытекают какие-то последствия все нужно объяснять ребенку нужно делиться своим опытом и нужно ребенку позволить дать допустим даже до давать советы вам в каких-то ситуациях простите советов своего ребенка он тогда будет уже начинать понимать что он тоже за вас какую-то ответственность там берет на себя да ну то есть вот подыграйте ему давайте детям проявлять самостоятельность кстати вот что коснулась меня когда я осталась одна с двумя детьми и у меня был честно говоря такой страх что вдруг я умру вдруг меня не станет какой-то момент что будет с моими детьми если они будут не уметь допустим себя там как-то обслужить но что-то для себя приготовить покушать постирать какие-то свои вещи и как если будут кто-то кто-то из чужих взрослых ну другой взрослый человек будет принимать какие-то решения ребенок будет следовать допустим слепо этим решением а вдруг они какие-то ошибочные то есть в принципе вот я была бы спокойна вот я тогда думала я было бы спокойно если я знала что мой ребенок умеет сам мыслить думать анализировать принимать решения ответственные за свою жизнь и за кого-то еще если мой ребенок будет сам уметь приготовить себе покушать хотя бы какие-то элементарные блюда если мой ребенок будет сам уметь постирать там свои вещи ну тогда мы стирали вручную зачастую да то есть там если крупная стирка это уже открывалась машинка такая малютка активаторного типа не было таких стиральных машин но тем не менее какие-то маленькие вещички если ребенок сам будет уметь постирать застирать какую-то вещь но это тоже хорошо все равно ситуации бывают разные жизненные обстоятельства меняется так что сейчас у тебя есть все обслуга завтра может ничего не быть поэтому хорошо когда ребенок проявляет самостоятельность не нужно ребенка через чересчур чрезмерно опекать потому что некоторые взрослые вот и среди моих знакомых есть такие которые все за ребенка думали все решали ему ему на тарелочки покушать подают за него все постирает ему все за него то но все за него думать за него решает принимать решение и этот человек уже взрослый а он продолжает слушать допустим маму а мама продолжает навязывать свои решения и ясно я знала и взрослых таких людей допустим там мужчина которому 40 лет а за него все еще решает естественно такому человеку будет сложно построить какую-то личную жизнь потому что как правило женщинам нужны самостоятельные мужчины как правило такие люди они в общем-то в душе несчастливы и закомплексованы им самим потом сложно жить а потом же и старые мамы уже продолжают мучиться с взрослым уже взрослым взрослым ребенком то время когда им хотелось бы от этого уже ребенка что-то получать на старости ну вот такие ошибки совершают еще то есть залюбливать совсем не нужно опекать чрезмерно не нужно вы делаете медвежью услугу и для себя и для этого же ребенка возле себя ребенка держать тоже постоянно не нужно когда он уже вырос то есть если ребенок уже вырос достиг совершеннолетия хочет какой-то самостоятельной жизни пусть он пробует пусть он делает какие-то свои ошибки вообще на самом деле мудрость она появляется именно благодаря наверное тем ошибкам которые мы совершили совершили там может быть наши знакомые близкие хорошо когда мы умеем не только на своих ошибках учиться но и на ошибках других но или по крайней мере и понятно что когда ты сам что-то прочувствуешь она на тебя у тебя уже остается навсегда на всю жизнь вот это вот уже это больше не будешь повторять если ошибка чужая то кто-то ее еще пробует совершить проверить на себе а вдруг у меня будет не так как у кого-то но хорошо когда есть какое-то знание что вот из такого поступка вытекает допустим такое-то следствие до последствия вот ну и что касается в общем-то подростков еще расскажу что подростки это те же самые дети но они уже не дети и в то же время они еще не взрослые но они уже и взрослые в общем хорошо когда этот подросток и до этого не тогда когда это уже вот достиг ребенок скажем 13-летнего там 14-летнего возраста а еще до этого хорошо когда вы уже подружились и когда этот ребенок допустим он делает какие-то шаги за пределами дома скажем в тот момент когда вы не знаете когда вы его не видите зачастую там делаются какие-то может быть даже ошибки хорошо когда ребенок совершив там какой-то может быть ошибку или какой-то вот какая-то неприятная ситуация возникла там где-то может быть в школе до друзьями хорошо когда ребенок идет к вам с вами делится и вы уже как друзья общаетесь и ребенок уже идет и знает что надо делать да ну к примеру я скажу так сын у меня учился когда я не помню на может классе шестом он вообще был еще такой вот худенький мальчик щупленький потом он пошел в рост в подростковом возрасте он стал как жертвы вытягиваться он стал высоким худым но и также были он как-то перешел в новую школу и там уже такой был костяк ребят ну по крайней мере там два парня было которые его обижали вот он приходил со школы говорил мама переведи меня в другую школу я ему сказала ты знаешь бежать от проблем можно всю жизнь и в другой школе вот поверь мне говорю во всех школах есть обязательно какие-то ребята там девчата которые обижают других лучше всего нужно научиться стоять постоять за себя лучшем случае конечно вот самый лучший вариант и это было же и со мной это пойти заниматься спортом для мальчика можно пойти в тренажерный зал или там на бокс ну неважно в общем-то куда но в моем случае например вот как я с первого класса пошла заниматься плаванием и когда я знала что я на уроке физкультуры больше всех мальчиков подтягиваясь отжимаясь это придавало мне уверенности в себе и уверенности своих силах если кто-то меня обижал я давала сдачи невзирая на то что я даже не думаю о том что я получу тоже обратку но я не в общем-то не боялась никого и драться и лезла аж первая даже если вот хоть чуть-чуть меня как-то обидели то же самое и сказала я сыну я ему сказала тогда посмотри на арнольда шварценеггера он тоже когда-то был маленьким щупленьким мальчиком но потом когда он вот уже накачался он стал уж таким здоровым сильным кто-нибудь полез бы его обижать просто так вот задевать там как-то обижать но никто не полезет потому что будет бояться от этого шкафа например получить сдачи поэтому их сыну я своему когда он был еще такой худенький и щупленький я ему сказала иди спортзал и занимайся и когда ты уже физически будешь знать что ты силен ты уже сам перестанешь бояться и эти твои друзья они уже будут бояться тебя и вот на самом деле так и произошло и мой сын помимо того что он имел высокий рост он под накачался устал таким вот уже видным парнем и да действительно он стал сильнее этих своих обидчиков и они сразу с ним подружились нашли общий язык и в общем уже даже они сами приходили к нему за советом но что касается дочки она спортом не занималась но у нее был всегда хорошо подвешен язык она могла в общем-то языком резать как ножом то есть она всегда могла словесно постоять за себя а это тоже большого стоит в общем на вопрос как как воспитывать подростков я могу сказать подружитесь самое лучшее будет воспитание если вы будете дружить если у вас будут доверительные отношения добить из того чтобы вам доверяли и еще там был вопрос как воспитывать девочку в отношении противоположного пола ну хочу вам сказать сразу наверное девушку надо воспитывать так чтобы она имела чувство собственного достоинства да конечно нам часто хочется влюбляться хочется любить но бегать за мальчиками не стоит то есть либо любишь ты либо любят тебя если но это также касается любого взрослого человека руб любую взрослую женщину если ты хочешь влюбиться вот я иногда слышу от молодых девушек такие фразы я хочу влюбиться если ты хочешь влюбиться то тогда наверное ты будешь любить скорее всего а молодой человек будет позволять себя любить скорее всего в обраточку вы не получите но это зачастую так происходит как-то я услышала фразу от лолиты милявской какой-то передачи и она сказала мужчины любят стерв об хороших жен они ноги вытирают и в тот момент как раз вот в те годы я тогда почувствовала что да действительно я наверно позволяю в какой-то момент в себя ноги вытирать потому что я если схожу с человеком то это потому что я его люблю а в конце концов все сводится к тому что я вижу в результате чего я добиваюсь это я люблю а человек позволяет себя любить но так как мне этого в конце-то концов не хочется по жизни да то все мои в общем-то сказать попытки какую-то пару создать они кончались тем что я потом отказывалась от своей любви то есть я свою любовь растаптывала потому что я не могла позволить от себя вытирать ноги и почему я сейчас одна потому что вот у меня она как-то так сложилось что у меня какие-то вот такие две крайности либо я люблю но человек который со мной позволяет себя любить либо я просто не могу быть с человеком которого я не люблю он меня любит а я его нет мне в конце концов человек этот становится уже в дальнейшем потом неприятен уже я с ним и по этой причине тоже разрываю отношения в общем не судьба значит мне одно и все таки лучше и комфортнее вот девочки наговорила больше чем хотела в общем-то хотела коротюсенькое видео сделать но эту тему все-таки нужно было мне затронуть уже в конце концов чтобы уже перестать об этом думать 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 уже о каких-то других делах что я хочу сказать я оставлю комментарии открытыми под этим видео и у кого какие-то может быть вопросы какие-то проблемы делитесь своими проблемами или я или другие подписчики могут дать вам какие-то свои советы и поделиться каким-то своим жизненным опытом я думаю что это будет лучший вариант для того чтобы вот нам таким образом как-то взаимодействовать поэтому пишите свои вопросы оставляйте комментарии и делитесь своим каким-то жизненным опытом взаимоотношения с детьми по возможности постараюсь что-то может быть вам посоветовать но на этом я свое видео заканчиваю спасибо что были со мною ставьте лайк кому понравилось моё видео подписывайтесь на мой канал кто еще не подписан и до новых встреч пока пока а а а а а а а а а что Субтитры создавал DimaTorzok